друзья привет сегодня продолжим эпопею начавшуюся в прошлом видео и немного поэкспериментируем с насосом от стиральной машины приятного просмотра начнем с системы охлаждения или чиллера для этого на металлоприемке нашел более менее подходящий вариант радиатора от кондиционера состоянии у него не очень но никто не говорил что все будет так просто как видно этот радиатор извлекали просто варварским способом и для продолжения работы с ним нам необходимо избавиться от этих обломков конечно можно воспользоваться уши но для этих целей я предлагаю воспользоваться более деликатным инструментом я как раз недавно такой себе приобрел встречайте это многофункциональный инструмент дремель 4250 поставляется в оригинальной красивой упаковке внутри нас встречает жесткий чемодан с двумя отделениями в одном из них находится сам инструмент с гибким валом и насадками но в другом комплект из 128 насадок и приставок для всех видов работ и diy проектов также приобрел несколько насадок из серии дремель макс а это значит их ресурс на триста процентов выше стандартных инструмент как я уже и говорил многофункциональный и прекрасно подойдет как для профессиональных мастеров так и для любителей при помощи него можно резать фрезеровать сверлить шлифовать полировать и заниматься гравировкой а с такой упаковкой это идеальный вариант для подарка своим близким я же себе его уже сделал на новый год более подробную информацию найдете по ссылочкам в описании мы же сегодня будем преимущественно работать отрезными дисками speedclick одеваем насадку и за работу для охлаждения на этом радиаторе решил оставить только один ряд трубок это будет сделать проще всего для этого выпаяем все междурядные перемычки и заменим их на однорядные но начнем мы вот с этого тройника горелкой с мапгазом разогреваем до температуры плавления припоя кстати здесь он туго плавки греть нужно долго так как трубка связана с радиатором немного поторопился при удалении этой трубки и понял что без нее никуда придется напаивать а чтобы ее можно было хоть немного прогреть срежем часть металла думаю такого расстояния будет достаточно далее некоторые снятые перемычки устанавливаем на новое место и припаиваем припой все тот же тугоплавки приобретал его в том году в интернете если ссылку найду добавлю в описании в крайний вывод припаяем ровную трубку но сначала нужно изготовить штуцер для шланга его также припаяем к трубке но об этом позже штуцер изготовим из латуни на токарном протачиваем заготовку диаметр 9 миллиметров затем делаем плоскость для нарезания елочки и делаем сквозное отверстие 5 с половиной миллиметров и и конечно же то чем саму елочку отрезным сделать это оказалось легче всего на этом этапе нужно припаять штуцер к трубке ну а затем уже всю конструкцию к радиатору процедура нам знакомая и припой все тот же радиатор за кадром покрасил чтобы он не так страшно выглядел и и также сделал для него крепление на раме станка прикручивается он на два винта сверху и один снизу этого я считаю более чем достаточно у себя в сарае нашел вот такой насос от стиральной машины автомат попробуем его использовать в качестве помпы для подачи сош и для этого на выходной патрубок нужно изготовить переходной штуцер материал также латунь и обработка на токарном для начала выполним проточку под внутренний диаметр выходного патрубка насоса и отрежем заготовку далее внутренние отверстия его сделаем сверлом 6 миллиметров немного снимем фаски и сделаем канавки для лучшей адгезии при склеивании с обратной же стороны сделаем елочку для шланга вот такая деталь ухо у нас получилось сделал с небольшим натягом мне показалось так будет надежнее перед склеиванием внутри патрубка пройдемся наждачной бумагой с крупным зерном это также нужно для лучшей адгезии с клеем клеем меня двухкомпонентной эпоксидной вот что у меня получилось на этом этапе теперь необходимо придумать конструкцию чтобы проверить этот насос такой испытательный стенд у меня получился закрепим его на столе заливаем воды и поехали пока установка работает отлично самое главное что она мало шумит можете послушать на фоне моего голоса оставим его включенным на пару часов и посмотрим на нагрев спустя два часа двигатель нагрелся до температуры 55 градусов у меня в мастерской сейчас плюс 21 поэтому я думаю что это немного далее подключил его к станку для проверки и здесь он показал результат намного хуже значит оставим его для оснащения сош моего токарного станка ну или фрезера за кадром поменял трубки подачи и результат остался таким же проверим помпу которую запланировал устанавливать на охлаждение шпинделя здесь результат намного лучше значит куплю еще одну такую же для сош баки для жидкостей будем делать из нержавейки толщиной 0 8 миллиметра когда-то нашел эти листы на приемке такие вещи всегда стараюсь не проходить стороной и года не прошло они уже пригодились размеры также озвучивать не вижу смысла так как они строго индивидуальны нарезаем нужные нам кусочки и за сварку верху бака решил добавить ребра жесткости для этого сделан надрез металли и с огнем листы у меня немного деформированные и чтобы выдержать прямой угол внутрь поставлю ровный деревянный брусок сваривать листы будем полуавтоматом для этого прикупил проволоку нержавейку диаметром 0 8 миллиметров ранее мне не приходилось сваривать такой тонкий металл тем более нержавейку заодно наберусь в этом вопросе немного опыта скрепил все части на прихватке и можно обваривать ну а после сварки конечно же затираем швы и проверяем водой как ни странно с первого раза все получилось и вода нигде не сочится за кадром по такому же принципу изготовлю второй бак и крышки к ним готово для первого раза я считаю неплохо теперь в крышках сделаем отверстие для подвода в трубок и провода питания помп чтобы они не болтались фиксировать их будем кабельными вводами а отверстие лучше всего сделать коронками по металлу так они получатся ровнее если не забуду ссылку на них положу в описании то же самое сделал и с крышкой для большого бака да и за кадром сделал перегородку для отстойника стружки далее нехитрым способом соединив все трубки они жесткие и чтобы надеть их на штуцера можно немного прокирить в воде для охлаждения купил 10 литров самого дешевого антифриза ну и момент истины все работает как надо спустя полчаса работы станка шпиндель остался комнатной температуры я считаю это хороший результат ну а на этом у меня все не забывайте писать ваши советы и ставить оценки на это видео также подписывайтесь на канал ведь впереди еще много интересного с вами был как всегда я михаил пока пока а а а а а а а